Здравствуйте, дамы и господа, коллеги форекс-трейдеры! В этом видео мы познакомимся с профилем рынка. С профилем рынка применительно к форекс-трейдингу. Мы разберем, что это такое, для чего нам нужен, для чего нам может пригодиться профиль рынка, техническую сторону вопроса, как сделать так, чтобы нужная информация появилась в нашем терминале, ну и, естественно, отдельные примеры применения профиля рынка на практике. Прежде чем мы перейдем непосредственно к определению профиля, нам следует упомянуть о нормальном распределении, на основе которого и строится вся идея профиля рынка. Так, дело в том, что нормальное распределение — это распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в физике. Причем данное явление имеет место и на рынке форекс. Примеры нормального распределения в природе — это отклонение при стрельбе, отклонение при измерении величин, рост человека и, что нам более интересно, распределение цен внутри дня. Итак, дело в том, что нормальное распределение, его характерное свойство состоит в том, что 68% всех его наблюдений лежат в диапазоне плюс-минус одно стандартное отклонение от среднего контрольного значения. Вот в данном случае у нас здесь отмечено. Это расстояние 68% — это наиболее ценные данные, а в нашем случае те места, где наиболее часто цена торговалась внутри дня. А диапазон плюс-минус два стандартных отклонения, то есть от сих до сих, содержит 95% значений нормального распределения. А все остальные данные являются не столь важными. Итак, что же нам это даст применительно к трейдингу? Это нам дает то, что мы можем сосредоточиться только на области ценности, то есть плюс-минус одно стандартное отклонение — 70% всех ценовых значений в течение дня. А на не столь значимые цены просто-напросто не обращать внимания. Ну и, естественно, мы будем брать во внимание самую главную контрольную цену дня, ручку контрольную, которая у нас на данной картинке посередине, но она не обязательно будет посередине в торговом дне. Сейчас мы все это посмотрим. Итак, вот таким образом выглядит профиль рынка на графике. Данный метод, как мы уже сказали, основан на, в принципе, нормального распределения. Появился он на чикагской бирже. И профиль рынка определяет область ценности, определяет зону ценности. А именно, где была проторговка, где была цена в 70% времени в течение дня. Данная методика анализа рынка подходит для краткосрочной торговли, причем краткосрочной как внутри дня, так и на протяжении двух-трех дней где-то, но не дольше. Более долгосрочные сигналы мы ищем уже основываясь на каких-то дополнительных факторах. Профиль рынка помогает отделить шум от ценности. А именно, мы находим точки, ценовые уровни, которые действительно ценны, которые действительно значимы. И отделяем ненужный шум. Как вы видите, у нас используется специальный индикатор. Я его выложу под этим видео, не беспокойтесь. В целом, таких индикаторов для отображения профиля рынка в МТ-4 очень много. Они отличаются только какими-то визуальными мелочами, дополнительными функциями и так далее. А в целом, показывают одно и то же. Вообще, зону ценности, то есть где цена наибольшее количество времени торговалась внутри дня, можно определить и на глаз. Но, тем не менее, это удобнее делать с помощью индикатора. То есть ничего магического в профиле рынка нет. Данный индикатор, называется он Revite TPO Chart, устанавливается на график, как обычно, по стандартной инструкции, которая есть на нашем сайте. Вообще, можете искать другие индикаторы, забив в Google TPO Chart и получите довольно-таки много результатов, если вас данный индикатор по какой-либо причине не устраивает. Таймфрейм для анализа профиля рынка принято использовать M30. Но это исключительно для удобства. В принципе, вы можете анализировать данный метод на M30, а открывать позиции непосредственно на любом другом таймфрейме, удобном, привычном именно для вашего трейдинга. Итак, что же мы видим? Мы видим вот такие буковки. Буковки обозначают не что иное, как одну свечу или один бар ценовой. Вот если мы направим линейку, то увидим, что ряд букв совпадает с одной свечой. И там, где была одна или две буквы, соответственно, на данной ценовой отметке в течение дня была только одна свеча. Вот как сейчас происходит сильное движение. На данной ценовой отметке не было никаких других свечей, только вот эта. И у нас, соответственно, одна буква пока. Но день еще не закрылся. И в то же время, вот вы видите, еще одна свечка. Следующая уже вырисовывается. И на данной ценовой отметке появляется еще одна буква. И вот таким образом происходит сечение дня распределения букв на профиле рынка. Если мы изменим настройки индикатора, то данные буквы могут окрашиваться в цвет различный, в зависимости от торговой сессии, на которой данная буква появилась. Можно буквы отключить, заменив их квадратиками. Ничего особо это не поменяет. Но кому-то удобнее буквы, как в классическом варианте, кому-то удобнее квадратики, как более наглядный вариант. Давайте уберем, чтобы нас не отвлекали лишние цвета, раскраску. Ставим буквы, как классический вариант. И далее мы видим серединную линию, вот такую. Это область контроля. Это линия контроля. То есть самая главная цена на данный день, где цена проводила наибольшее количество времени. Как мы помним, для нас имеют ценность в нормальном распределении примерно 70% данных. 68, если быть точным. И вот эта самая область ценности у нас выделяется вот таким вот сереньким квадратиком. То есть это та область, где цена проводила 70% времени в течение дня. А все остальное это шум, ценовой шум, на который мы обращаем значительно меньше внимания. Итак, серединная линия. Это область контроля. Область, выделенная вот таким серым квадратиком, это область ценности. А те зоны, где у нас одна или две буквы, это есть не что иное, как область низкого сопротивления. И вот такие пробелы, они, как правило, как ЭГЭП, и стремятся к закрытию. Но об этом чуть позже. А вот эти вот самые хвосты, это то, что не входит в область ценности, есть не что иное, как область отвержения. То есть, то место, где цена не задерживается. По крайней мере, в данный день. Итак, что же нам со всем этим делать, а именно, как применять на практике профиль рынка? Во-первых, стоит обращать внимание на то, что профиль рынка дает возможность увидеть истинный тренд. А именно, на движении областей ценности. Если цены не возвращаются в области предыдущих дней, значит, есть сильный, чутко выраженный тренд. А если же области ценности накладываются друг на друга, то мы можем сказать, что какого-либо чутко выраженного тренда на данный момент нет. Далее, пробелы, плохо проторгованные области, там, где вот эта вот одна буква, как правило, как правило, так же, как и гэпы, закрываются. То есть, если нет наличия какого-либо сильного тренда, то, если мы видим вот такую ситуацию, как сейчас образовалась на новостях, скорее всего, вот данная одна буква закроется либо сегодня, либо в течение буквально следующего одного-двух дней. То есть, вполне можно искать возможности для продаж после вот такого резкого роста. Вот здесь это тоже прекрасно видно. Одна буковка, резкое движение вверх, а затем оно закрылось. То есть, рынок стремится восстановить баланс таким образом. Поэтому, поэтому вполне можно разрабатывать тактики, нацеленные на работу именно с этим моментом профиля рынка. То есть, видите, какую-то одну букву, при этом отсутствует сильный ярко выраженный тренд. А как определить сильный ярко выраженный тренд, мы только что с вами сказали с помощью профиля рынка, значит, вполне можно рассчитывать на то, что данная одна буковка закроется противоположным движением, опять же, при условии, что нет сильного тренда. Далее, границы областей ценности частенько используют как уровни поддержки сопротивления, построенные на основе профиля рынка. Однако, как правило, такую тактику используют, когда есть большой день и затем области ценности внутри него. То есть, вот такое наложение областей ценности, при этом одна из областей выступает в качестве материнской свечи. Если говорить языком прайсек, в целом мы видим внутренний бар, при этом у нас внешний бар выделен областью ценности более протяженной и последующие хотя бы две свечи находятся внутри него. И здесь можно работать на пробой данных областей либо же на отскок. а в целом техники те же, что и при работе с прайсекшен при торговле на двой и пробой уровни. Только уровни мы определяем по границам области ценности материнской свечи, внешней свечи. Также границы области ценности можно использовать для выставления стоп-лоссов. Скажем, вот здесь, если бы мы рассматривали какие-то позиции в шорт, продажные позиции, позиции на продажу, то было бы вполне логично выставить стоп-лосс чуть выше верхней границы области ценности. На мой взгляд, одно из самых ценных применений профиля рынка это торговля на флете, а точнее понимание того, когда флэт закончился. есть несколько дней идет флэт, вот как тут, например, в области ценности накладываются друг на друга и, допустим, вот этот день еще не наступил, мы можем вполне себе построить границы этого участка по областям ценности. Не по хвостам, как мы бы строили, если бы оценивали именно свечи, а именно по областям ценности. Естественно, все это делается примерно, да, технический анализ, как мы помним, это искусство, а не точная наука. И в данных границах мы вполне можем работать на пробой, в данном случае пробой в верхней области. Когда этот пробой совершился, мы знаем, что флэт в целом по крайней мере на какое-то короткое время закончился, и мы можем на этом, естественно, заработать. вот, на мой взгляд, такое применение профиля рынка вполне себя оправдывает. Более углубленно техники работы с профилем рынка мы рассмотрим в дальнейшем. Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube. У меня на этом все. С вами был Павел, специально для сайта tradelikepro.ru До свидания.